Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 марта. В этот день свои именины совершают христиане, наречённые в честь святых, Алексея Макария Александра Виктора. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святоцерковь прославляет преподобного Алексия, человека Божья. Преподобный Алексий родился в Риме в семье благочестивых и нищелюбивых Ефимиана и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны, неустанно молили Господа о даровании потомства. Господь утешил супругов рождением сына Алексия. В шесть лет отрок начал учиться и успешно изучал светские науки, но особенно прилежно читал священные писания. Став юношей, он начал подражать своим родителям, строго постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил волосиницу. В нем рано созрело желание оставить мир и служить единому Богу. Однако родители собирались женить Алексея, и когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту. После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексей снял с пальца перстень, отдал ей и сказал, «Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, своей благодатью, устраивая нам новую жизнь». А сам тайно ушел из дома, сел на корабль и отправился в Месопотамию. Попав в город Эдессу, где хранился нерукотворный образ Господа, Алексей продал все, что у него было, раздал деньги нищим и стал жить при церкви при Святой Богородице на паперти и кормиться подаянием. Преподобный питался только хлебом и водою, а полученную милостыню раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался святых тайн. Родные всюду искали пропавшего Алексея, но безуспешно. Слуги, посланные Ефемианом на розыске, побывали в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти своего господина. От строгого поста его тело высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. Блаженный же узнал их и поблагодарил Господа за то, что получил подаяние от своих слуг. Безутешная мать святого Алексея затворилась в своей комнате, непрестанно молясь за сына. Жена его горевала вместе со свекровью. Преподобный прожил в Эдессе 17 лет. Однажды по наморю церкви, при которой подвязался преподобный, было откровение о нем. Матерь Божия через свою святую икону поведала. «Веди в мою церковь человека Божьего, достойного Царства Небесного. Молитва его восходит к Богу, как кодила благовонная, и Дух Святый почивает на нем». Панамарь стал искать такого человека, но долго не мог найти. Тогда он с молитвой обратился к Пресвятой Богородице, прося ее разрешить его недоумение. И снова был голос от иконы, возвестивший, что человек Божий есть тот нищий, который сидит на церковной паперте. Панамарь нашел святого Алексея и вел в церковь. Многие узнали о праведнике и стали почитать его. Святой, избегая славы, тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но промысел Божий судил иначе. Буря унесла корабль далеко к западу и прибила к берегам Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его дома. Ефемиан поместил Алексея в специально устроенном помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола. Живя в родительском доме, Блаженный продолжал поститься и проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексея находилась напротив окон его невесты. И подвижник тяжко страдал, слыша ее плач. Только безмерная любовь к Богу помогала Блаженному переносить эту муку. Святой Алексей прожил в доме своих родителей 17 лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда Алексей, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты. В день кончины святого Алексея в соборной церкви служил литургией римский папа Иннокентий в присутствии императора Гонория. В время службы из алтаря раздался чудесный голос. «Придите ко мне, всетруждающиеся и обремененнее, и аз упокоивы». Все присутствующие в страхе пали на землю. Голос продолжал. «Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе». Стали искать по всему Риму, но не нашли праведника. С четверга на пятницу папа, совершая все ночные обдения, просил Господа указать угодника Божия. После литургии вновь в храме послышался голос. «Ищите человека Божия в доме Евфимиана». Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его светилось, подобно лику ангела, в руке была зажата хартию, которую он не выпускал, как не старались ее взять. Тело блаженного положили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и император преклонили колено и обратились к преподобному, как к живому, прося разжать руку. Святой исполнил их просьбу. Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились его честным останкам. Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди площади. Сюда собрался весь Рим. Император и папа сами внесли тело святого в церковь, где оно находилось целую неделю. Затем было положено в мраморную гробницу. От святых мощей стала истекать благоуханная мира, подававшая исцеление больным. Честные останки святого Алексея, Человека Божьего, погребены в церкви святого Ванифати. В 1216 году были обретены его мощи. Житие святого преподобного Алексея, Человека Божьего, всегда было одним из любимых на Руси. Удивительная пометка в конце истории жизни святого Алексея, Человека Божьего, что это было одним из любимых чтений житий святых на Руси. Видно, как-то соответствует, как говорят, менталитету русского народа православного. Ибо в этой жизни сочетается и мужество, великая решимость, самоотверженность и удивительная любовь к Богу, превышающая и человеческие привязанности, и даже законные, Богом благословленные семейные узы и терпение бесконечных поношений и молитва за родных и близких, за Отечество и бесконечный труд над своей душой. Все это для многих является мечтой. Как часто во время поста мы начинаем мечтать в начале, в самом, или точнее говоря, планировать. Мы хотели бы сделать то-то и то-то, быть более усердными в молитве, быть ревностными в борьбе с грехами, духовное чтение. Часто исповедь, причастие, это когда уже половина поста, большая часть пройдена, можно, оглянувшись, прийти в печальное устроение, что многое из того, что хотелось, оно так и осталось в наших желаниях, в наших планах. И здесь может подкатиться всепоглощающий дух уныния, что вот, никчемный человек, ничего даже малого не могу сделать. И здесь нужно строго себе сказать, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Человеку свойственно ошибаться. Не ошибаются только ангелы. И немощь свою познать — это великое дело. Великое дело твердой опоры на истину. Ну, потому что мы спасаемся не своими усилиями, не своими подвигами. Мы спасаемся надеждой на Бога и Его благодатью, Его помощью. Именно на этом основывал свою жизнь преподобный Алексей, человек Божий. Сначала он познал свою немощь, увидел и страсти, и болезни души, но не отчаялся, а в покаянии возложил печаль свою на Господа, и Господь его припитал. Последнее прошение молитвы Ефрема Сирина заканчивается очень важным восклицанием. «Ей, Господи, Царю, даруй мезрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего. Яко благословенный сего веки веков. Аминь». Мы умоляем Бога, чтобы Он показал нам наше настоящее состояние. Потому что, как правило, человек живет в самообольщении. Он думает, что он неплохой, неплохой человек. Но разве здоровые нуждаются во враче? И разве к праведникам пришел Спаситель? Для того, чтобы осознать и возжелать Спасителя, спасения, необходимо осознать себя погибающим. А для этого очень важно научиться смотреть на себя. Потому что так устроено наше зрение и телесное, и душевное, и духовное, что человек может видеть ясно только один предмет. Я смотрю на руку. Я очень хорошо вижу все ее прожилки. Но смутно вижу то, что дальше. Если я буду смотреть на какой-либо предмет, сфокусировав свое внимание, я только краем зрения буду видеть руку и не увижу, какие мелочи и особенности в строении руки. Так и всякое внимание. Если оно сконцентрировано на своей душе, человек понимает, что это главное, что нужно зреть, мое прегрешение. Что это выше, чем смотреть и видеть ангелов. По мысли преподобного Анна Лествичника. Если я вижу свои согрешения, во мне рождается сокрушение. И правильная молитва. И просьба о спасении. Всякий раз, когда мы замечаем что-либо вокруг, это признак того, что ум отвлекся. Но какое тебе дело, что происходит вокруг? Антоний, сказал Господь преподобному великому Антонию, себе внимай. Ты не о том думаешь, не о том беспокоишься. Поэтому каждый день в течение Великого Поста многократно мы просим, чтобы Господь научил нас видеть свои согрешения и не осуждать и брата моего. Величайшее искусство — укорять себя и оправдывать ближних. Помогай нам всем, Господь!